Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня сейчас я вернулась с магазина, хочу вам показать свои покупки. Они действительно у меня очень классные в этот раз. Я прям везу от восторга, честное слово. Хотела там поснимать, но у меня не получилось. Сейчас очень много везде народу. Естественно, все-все покупают, подарки и не только. И хочу, кстати, ответить по поводу туши. Меня постоянно спрашивают, какой я сейчас пользуюсь тушью. Я сейчас пользуюсь тушью от Фаберлик коричневой. Я вам внизу в инфобоксе подпишу артикул. Кто заказывает Фаберлик, ведете там артикулы. Тушь мне это безумно нравится. Сейчас сделала заказ, кстати, Фаберлик снова. И заказала вновь эту тушь. Очень она классная. Не стыдно делать прикольные ресницы. Давайте я вам покажу свои покупки. И, кстати, мы еще украсили дом. Ну, вот, немножко так. Ну, как немножко. Все, что есть. Все украсили. Вот, тоже вам покажу в сегодняшнем видео, как мы украсили дом. Заезжала в магазин Фамилия. И прямо у меня, можно сказать, суперкрутой улов. Я купила вот такие бокалы. Таких 12 под, получается, вино. И вот таких 12 под шампанское. Я специально принесла. Помните, я показывала в ленте. Купила вот такие тарелки из ленты. Они белые с каемочкой. Я вообще охочусь за салатником. Но увидела бокалы и решила, что они просто идеально подойдут вот к этим моим тарелочкам. Плохо видно, к сожалению. Но здесь вот такие, ну, какие-то лепесточки нарисованы тоненько так. И получается тоже золотая каемочка. И у меня теперь есть... Там были вот такие бокалы, только под... Вообще, какие должны быть? Мне кажется, под вино и под шампанское. И у меня где-то были похожие стопочки. Сейчас посмотрела. У меня есть еще вот такие бокалы. Но это, правда, под... Получается, под что? Под типа мартини, да? Их у меня, правда, шесть. Шесть вот таких бокальчиков тоже очень красивых. А так у меня, получается, на вагоне стол будут вот такие тарелочки. И, по идее, еще стопочки должны быть же, да? Как бы под вино, шампанское и меньше еще должна быть, да? Я вот не знаю. Но, в общем, я в этом году накрою стол вот так. Потом, может быть, найду еще какие-нибудь красивые стопочки. У меня два бокала. И бокалы мне очень нравятся. Посмотрите, какая форма прикольная. Вот у меня здесь как раз это под вино. То есть я взяла две коробки. Это по шесть штук. И каждая коробочка, это стоило 599-600 рублей. Вот в магазине фамилия. Вот здесь у меня тоже под вино бокалы. И здесь под шампанское как раз вот такие. Ну, очень они классные. Не знаю, что это, чье это производство. Вот такая. Сейчас вам покажу. Вот такая вот марка. Бокал Кадо. Какой-то queen. Королевский, да? Ну, конечно. У меня такое королевское. Но очень они мне понравились. Это стекло, я так понимаю. Ну, хорошо. Ножка такая тоже мне понравилась. У меня были до этого, знаете, на такой тоненькой ножке. Они вообще очень быстро разбились. А сейчас вот прям такая ножка. И под моей тарелочке идеально просто. Вот. Так что вот у меня будет такой набор. Еще хочу вилки, ножи и салатники какие-нибудь из этой же тематики. Ну, такие большие прямо, да, для салатов. Может быть, какие-то еще сервировочные тарелки. Тоже вот такого плана купить. И у меня будет вот такой вот крутой комплектик. Вот. Собрала один комплект. Потом будет другой собирать комплект. Но это больше такой, знаете, совсем новогодний какой-то, да? А можно еще какой-нибудь летний вариант для гостей. Так что у меня на 12 персон теперь есть даже и бокалы. Девочки, счастья моему, нет предела. Вы себе просто не представляете. Я просто, можно сказать, схватила эти бокальчики и убежала. Смотрите, на белом фоне, да? Если смотреть, это у меня стол темный. Вот так вот они выглядят. И еще у меня вот такие. Вот таких у меня, правда, всего шесть. Тоже прикольные бокальчики. Тоже, кстати, фамилия покупала. Единственное, что вот эта вот ножка, вот здесь вот она тоненькая. И с тоненькой ножкой они обычно бьются. Надо еще поменьше, да, какие-то типа а-ля стопочек купить. Потому что у меня мужчины обычно крепкие напитки пьют. Вот. Но стопочек подобного плана не было. Надо будет. Потом зайду. Еще, может быть, что-то подобное. Еще и увижу. Так что вот такие девочки. У меня просто счастья нет предела. Смотрите, какая красота. Этот мы уберем. Вот так вот. У меня будет. И теперь хочу на жевелке тоже что-нибудь вот с золотой, с золотинкой какой-нибудь найти. Где-нибудь надо. И будет красота. Ну, я прям счастлива. Тысяча сот рублей, шесть бокалов. Сто рублей один бокал получается. И, ну, это супер, супер, супер. Еще такие прям добротные сделаны. Вот эта ножка мне понравилась. Ну, такие классические, да. У меня тарелочки классические. Бокальчики. Теперь, а, девочки, орут, восторга. Вообще не могу. Еще, девочки, хочу вам сразу показать. Я зашла в Литуаль и купила вот эти маски. Я вам уже как-то в покупках Литуаль показывала, что я купила вот эти масочки, тряпочки. Вот так называется эта марка. Я вам оставлю ссылку. Я купила в Литуаль. Не знаю, где еще продаются они. Но это маски вообще вау. Супер классные. Это увлажняющие маски. А вот эти антивозрастные. Я взяла три увлажняющие и две антивозрастные. Особое отличие их в том, что вот здесь вот жидкость, которая находится внутри, она более жидкая, скажем так. Здесь она такая более гелевая. Я эти маски повторно не использую. Я эти маски просто, знаете, что делаю? Вот эту жидкость, которая вот здесь вот остается, я ее просто оттуда рукой достаю и наношу на шею, на зону декольте, на руки. В общем, обмазываю всю себя. А масочка в это время у меня действует, лежит на личке, да, соответственно, маска-тряпочка. Супер классное увлажнение. Вот здесь вот больше даже питания. Я не скажу, что она супер антивозрастная, но это такая более питательная маска. Очень классная. Девочки, я вот вечером наношу, потом тряпочку снимаю, не умываюсь и ложусь вот так спать и утром просыпаюсь. Кожа просто супер мега увлажненная, напитанная. Вот в этом случае она еще и напитанная, и увлажненная в том числе. А это просто увлажняющее. Очень мне понравилось. Сейчас вот зимой у меня всегда сохнет кожа. И вот с этими масками вообще супер. Мне даже достаточно раз в неделю делать масочки вот такие. Поэтому я взяла вот три таких и две такие. Стоят эти маски сейчас в валютуале 199 рублей. Вот я взяла себе аж 5 штук. И довольно вообще подписываясь под каждым словом. Можете почитать на различных сайтах вот отзывы на эту марку. Все пишут, что супер крутая марка. Все пишут, что супер крутые средства. В том числе там очень рекомендуют крем такой какой-то гелевый, увлажняющий. Вот у меня когда подзакончатся мои кремушки, я обязательно зайду потом в литуале себе куплю. Так что тоже очень советую. Понравилось мне вот это вот с медом, да. Вот эти очень понравились с медом. И вот такая антивозрастная тоже мне понравилась. Вот так что девочки советую. Сейчас они на скидках в литуале по 199 рублей. Где еще купить не знаю. Вот, но супер. Я еще хочу вам показать, девочки, помните, я вам показывала, заказывала вот такую, ой, зацепилась, вот такую фигурку с Алиэкспресс. Которая мне безумно-безумно понравилась. Правда, она была с клеем. Боже, она мне так нравится вообще. И я заказала, сделала потом заказ еще фигурок. Взяла вот такую же, да, только вот с такой девочкой уже. И еще одну вот такую вот фигурку ангелочка. Он, правда, примялся здесь вот, но можно расправить. В общем, куда-нибудь повешу. Еще не придумала куда, но это же, посмотрите, какие милые. И вот эта вот тоже фигурка. Вот эта, она уже пришла без клея. Ну, вот немножко, да, где ножки есть клей. Ну, очень классно, очень симпатично. Вот эта мне, конечно, беленькая нравится больше. Но вот это тоже очень милые такие, да, сделано очень классно. И вот этот вот ангелочек вообще классный. Такие сделаны волосики. Потрясающие ссылочки. Кому интересно, я оставлю. Правда, уже, уже заканчивается, да, все вот эти рождественские новогодние штучки. И еще заказала. У меня есть одна веточка. Я покупала ее, по-моему, в Ленте. Когда-то два года тому назад. Я решила докупить, чтобы у меня был более объемный букет. Вот, взяла вот такую веточку. Она пришла вся вот так вот примятая была. Я ее немножко расправила. Сейчас буду ставить букетик, я расправлю больше. И вот такую вот еще. У меня как раз вот такая есть веточка. Ну, наподобие, да, веточка есть. Вот я еще две взяла. И вот такие мне очень понравились. Правда, я думала, что они будут тоже вот такими длинными. Но ничего страшного. К букетику можно сделать вот так вот. Вот такие. То есть, такие тоже симпатичные. Они тоже были все такие примятые. Вот я расправила. Очень классные. Мне очень нравится. Тоже ссылочку. Вдруг кому будет интересно, не знаю, на следующий год. Может, какие-то распродажи будут и тому подобное. Вот я вам оставлю внизу в инфобоксе. Ну, классные вот эти вот сделаны. Они дешевле, чем у нас в магазинах. Есть еще, конечно, в фикс-прайсе. Но в фикс-прайсе они как-то вот... Я видела веточки. Они как-то... Ну, не знаю. Надо будет, кстати, мне тоже зайти в фикс-прайсе посмотреть. В фикс-прайсе, в принципе, тоже из кучи. Можно выбрать, знаете, такие хорошие, неполоманные. Вот, так что вот такие. Но вот эти вот игрушки вообще, они мне так нравятся. Просто я их даже на елку не хочу ввешать. Не знаю, куда-нибудь их приспособлю. Посмотрим сейчас. А это украшение у меня на нашем обеденном столе. Я как раз-таки получился у меня замечательный букетик. И вот этого Деда Мороза, такого потрясающего, мне подарила Олечка из Финляндии. Она мне прислала посылочку. Мне безумно-безумно приятно. Конечно же, мне все пригодилось в интерьере. Олечка, вам огромный привет. Вот эти баночки я просто обмотала веревочкой, да. И получилось тоже красиво. Какой у меня получился букетик. Я взяла обычную банку, кстати, из-под огурцов. Вот, внизу насыпала не соль, а это у меня вата. Положила камушки, в общем, всякие блестюшечки сюда. И вот такую вот гирлянду, которая работает от батареек. Так вот обмотала, это мне купил муж. Хотела внутрь засунуть вот эту штучку, да, где батарейки стоят. Но, к сожалению, не получилось. Вот, она очень сильно заметна. Поэтому вот такая у меня красота на столе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Елочка у меня каждый год украшают дети сами. На свое усмотрение, на свой вкус обязательно. Только они этим занимаются. Ну, а здесь у меня на столе тоже Олечка из Винляндии. Мне присылала вот такой, я не знаю, как называется эта штучка такая, да. Как типа скатерти такой. Она кладется на середину стола. Но мне что-то так жалко. Я знаю, что мои мальчишки испачкают ее. Поэтому я положила ее сюда на журнальный столик. И мне кажется, очень получилось здорово. Хочу на этот журнальный столик еще купить какие-нибудь новогодние красивые свечи. Уже, наверное, посмотрю, скорее всего, в ленте. И я думаю, что будет очень-очень здорово. Субтитры сделал DimaTorzok И еще один пакетик, который я сделала своими руками, скажем так. Вот эта веточка, это была бы запасная ветка от самой елки, которую нарядили мои мальчишки. И я тоже взяла бутылку. Это, кстати, гирлянда из фикс прайса. Была куплена, не знаю, много-много лет тому назад. Она у нас лежала, как-то применения не было. В общем, в бутылку такую, эта бутылка, по-моему, из-под вина, я насыпала туда морскую соль крупную. В общем, всякое положила. Замотала вот такой веревочкой тоже откуда-то она у меня нашлась. И повесила вот такую гирлянду. Это тоже купил муж. Мне так она понравилась. Знаете, как эти лампочки Ильича. Вот тоже работает от батареек. Не знаю, где муж у меня купил. По-моему, в Обе. Вот. Туда еще такое, ну, еще всякие украшения положила. Мне кажется, это у меня стоит на кухне. Такой пакетик, на мой взгляд, получилась очень мило. Такая подсветочка тоже. Не знаю, насколько хватит этих батареек. Но я надеюсь, надолго. Видите, я их положила туда за банку. Потому что, когда в саму баночку кладешь, как-то они очень сильно заметны. Если только как-то, не знаю, либо ваткой какой-то обложить, либо что-то такое. Но я решила вот так вот сделать, чтобы можно было выключить, если что. Ну, а я тут наготовила еще ужин. Наготовила несколько блюд. Котлеты. Сделала это у меня свиной фарш. Я так говядину в итоге не докупила. В общем, просто перекрутила свиной фарш. И получились у меня вот такие замечательные вкусненькие котлетки. Я их обваливаю в панировочных сухарях обязательно, чтобы они были прям такие зажаристые. Мой муж их очень любит. И сделала также винегрет. Это с солеными огурцами. Свежие у меня закончились, поэтому сделала только с солеными. И еще с горошком. Я сразу майонезом не заправляю, а просто маслом. А это я сделала, ну, скажем так, домашние наггетсы. Из куриной грудки пожарила своим мальчишкам, потому что котлеты они у меня не едят. Кстати, были вопросы по поводу винегрета. То, что винегрет, я говорила, многие кладут рыбу. В основном шпроты. И, кстати, я очень часто где-то в гостях или вообще очень от многих слышу, что винегрет делают именно со шпротами. То есть их вилочкой шпроты вот раздавливают и добавляют винегрет к соленым огурцам или к свежим огурцам. Действительно получается со шпротами очень вкусно, ароматно. Они же такие, ну, как бы аромат придают. Обязательно попробуйте. Мне кажется, это не только в Питере так делают винегрет. Но много где я от многих слышала. И, кстати, в основном вот все мои знакомые делают именно со шпротами винегрет. Но я не делаю, потому что у меня дети такой винегрет не будут есть. Я делаю обычный, скажем так, классический его вариант. В этот раз вообще даже с солеными огурцами. Винегрет у нас идет на гарнир. Поэтому, кстати, у меня винегрет едят в основном такой со сметаной. С майонезом практически никто не ест. Я иногда могу себе налить, если он у нас есть в доме. А так обычно со сметаной винегрет едят. Так что, если вы не пробовали со шпротами, обязательно попробуйте. Все то же самое, как вы обычно стандартно готовите. Только добавляйте шпроты. Будет очень вкусно. Ну что, сейчас уже буду делать вот эту масочку антивозрастную. Я сегодня хочу сделать. Я потом не умываюсь и прямо так ложусь спать. Но я никогда не отекаю. Ну а я с вами на сегодня буду прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте, все ссылки я вам оставляю внизу в инфобоксе. Так что, переходите, смотрите, ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Всех люблю, целую. До новых встреч.